Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение недельной главы Матод. Написано, что много скота было у сынов Риувена и сынов Гада. Наши мудрецы говорят, что они имели большие средства, Риувен и Гад. После войны им они достались, и они решили купить стада, они купили большие стада, много скота, весьма много скота. Весьма, когда говорится в Торе, это действительно очень много. У нас есть такие примеры, то есть пишется у нас в главе Талдот Зайцхака, что когда он был у Мелыха и Всевышний дал ему благословение, написано, что и призвал МЛХ всех своих людей, и сказал, кто дотронется этого человека, и жены его умрет. И написано, и сеял Ицхак в той стране, и получил тот год старицей, ибо благословил его Бог, и стал великим человек этот, и он все больше и все больше возвеличился, пока стал весьма великим. Что означает весьма великим, наши мудрецы говорят, что стоимость навоза, мулов, Ицхака было больше, чем все золото ММЛХ, величайшего царя. То есть то, что сделал Всевышний, он невероятно возвеличил Ицхака. Вот здесь говорится, весьма много, это невероятное количество у них было скота. И у них есть материальная заинтересованность. И они увидели страну Езер, и страну Гелиат, и пришли Маше и сказали, что не переводи нас. Не переводи нас, Иордана, дай нам вот эту землю. Землю Сихона, Иога, которую мы завоевали, мы оставимся здесь, не получим земли там. Маше был в шоке. Он уже с этим сталкивался. Мы, когда пошли в разведку, мы знаем, чем это закончилось. Мы теперь 40 лет в пустыне. Маше говорит, ваши братья пойдут на войну, вы будете здесь сидеть? И говорит, зачем вы склоняете высынов Израиля, не переходить в страну, в которую мы пришли? Всевышний сказал, идти в страну. И они, конечно, попали в ситуацию. Разведчики же тогда внушили нам страх сердца. И Всевышний что-то сделал. Сказал, что вы теперь будете 40 лет в пустыне. Вы плакали в эту ночь напрасно. Теперь будете плакать в эту ночь не напрасно, в ночь на 9 авгу. И теперь мы 40 лет в пустыне. Вы хотите то же самое сделать и сейчас? То мы вообще-то не войдем в страну, не выполним повеления Всевышнего. В общем, и говорит Маше, что все они погибли, эти разведчики, исключая лишь Калева сына Яфуне, сына Кназа, и Егоша сына Нуна. Задается вопрос, что значит сын Кназа. Если Его зовут Калев, сын Яфуне. И наши мудрецы говорят, что Его отчима звали Кназ. Поэтому он также сын Кназа. Вообще Калев, мы знаем, личность загадочная, трудно себе представить. Его действительно родил Нефуне, Его родил Хицрон, он вообще внук Переца. И Тора его называет Калев. Потом мы читаем книги Деврея Мима, это книга-писание, что его называют Калувай. И там мы читаем тоже, что его зовут Мерет. И мы знаем, что то он сын Калев, сын Хицрона, то Калев, сын Яфуне, то он Калев, сын Кназа, как мы здесь читаем. Потом мы читаем, что Калев сын Хура. Но мы говорим, как это Калев сын Хура? Ведь Хур родил... Ури, Ури родил Бецелеле. А Калев родил Хура с Мирьям. Сестрой Машел на ней женился. Как это так может быть? Наши мудрецы смотрят на это место в Деврея Мима 1, во второй главе, и говорят, что это другой Калев. То есть, возможно, Хур родил сына, брата Ури, и назвал его Калев по имени своего отца, возможно. То есть, загадочная листья из Калев. Вот один из вариантов здесь. Немножко мы отвлеклись. И теперь нас Маша говорит, что вы сборище людей грешных. Значит, они опомнились и сказали, что мы пойдем, мы пойдем впереди всех наших братьев. Мы будем воевать, пока не завоевали их полностью страну. И только тогда мы получим эту землю. Еще говорят они, Реувен и Гат, что мы построим сначала города для скота, то есть, загоны для скота, и дома для детей наших города построим. И так пойдем. Наши мудрецы замечают, говорят, но сначала следовало бы сказать, города для детей, и потом загоны для скота. Они говорят наоборот. То есть, у них материальная часть на первом месте. Это мудрецы наши видят. А Маше им не сказал, постройте города для детей, и загоны для скота, и потом пойдете, как Всевышний это разрешает. И Маше говорит, он говорит это, Егошу сына Нуна и Элязару священнику, он говорит, что если они выполнят то, что они говорят, потому что Маше уже не будет, мы знаем, что Маше уходит, и если они это выполняют, только в этом случае они получат эту землю за Иорданом, царство Ога, царство Сихона, бывшее в Башане. То есть, все забирает пусть тогда, но если нет, получат землю со всеми братьями своими, на той стороне, эту землю не получат. Четко он дал приказ Элязару Коина, Егошу сына Нуна и главу Отчика Иленственного Израиля. В общем, мы впоследствии знаем, что они все это выполнили, годами воевали, все это было выполнено, они свои слова подтвердили и получили эту землю, и потом написано, что отдал он землю, Маше отдал землю, колену Ревена, колену Гада и половину колена Минаше. При чем здесь Минаше? Минаше не подходит, ничего не просит. Оказывается, Иосиф, будучи фараоном, он купил эту землю, и теперь она просто по наследству досталась колена Минаше, так наши мудрецы говорят. Есть другая версия, что Минаше был военным министром Египта, и он завоевал эту землю, и она досталась по наследству его потомка, вот половине колена Минаше. и написано, что отдал землю эту Еиру сына Минаше, и Махиру сына Минаше, и потом некто Навах пошел завоевал кнат, назвал его по имени своему Навах. Но он хотел увековечить свое имя, но это имя не сохранилось, наши мудрецы говорят. Имя так не увековечит, что ты назвал увековеченное имя. Только мы знаем человека за его добрые дела, за его поведение перед Всевышним, его имя может доковечить, что он учит Тору, что он мудрец, что он поступки совершает праведные. Так может быть имя нам известно о наших предках. И дальше. Теперь смотрим, получается, представители трех колен мы видим прямым текстом. А кто же четвертый? Мы тоже с вами хорошо знаем, просто здесь не написано, мы как-то не обращаем внимания. Мы же знаем, что Всевышний три города левитов построил на одной стороне Иордана, так сказал, что будет. Три города левитов на другой стороне Иордана. Ну и естественно и другие левитские города, кроме городового убежища. Их всего будет 42 города и 6 городового убежища. Это 48 городов. И естественно представители колена Леви живут тоже за Иорданом. потом мы с вами переходим в книгу Писания. Есть Тора Пророки Писания. Книга Ктувим. Это письменная Тора тоже. Переходим мы книгу Деврея Мин в первую книгу и вторая глава. По-моему, 21 стих. Написано, что Хесрон это сын перца, внук Ягуды. Взял в жены одну из дочерей Махира сына Минаше то есть сестру Гелиада и она родила ему Сигуа. Сигуа родил Яира и было у нее 23 города в земле Гелиад. То если Хесрон это колено Ягуды то тогда его дети потомки это все колено Ягуды. Получается какая-то небольшая часть колена Ягуды тоже живет здесь за Иорданом получается представители пяти колен нам известны. Кто еще я больше не знаю не читал нигде. Вот то что нашел. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум моего дяди Владимира бен Григори Павел бен Ефим Хая Балка Матйосин Мира ботоврагам Роза бот Михаэль Самуил бен Герш памяти Ури бен Харитон Мендель бен Мендель Надежда бот Йосиф За здоровье Светлана бот Клара Шимон Банецка Борис бен Мария Анна бот Ривка Полина Папер Клэмбэн бот Банцаня бот Лена бот Клара Женя бот Ида Анна бот Елена Борис Бен Мария. Всего хорошего Олегу Марченко. Всем всего самого наилучшего. Брахам Парнасакована, что мы это время не грешили. Учили Тору. Делитесь видео с друзьями. До следующих встреч.